Федеральные власти продолжают заверять жителей городка из Палестин и окрестных поселков штатов Огайо и Пенсильвания, что непосредственной опасности для их здоровья нет. Агентство по охране окружающей среды уже провело 578 проверок в домах и продолжает мониторинг воздуха на 15 станциях в регионе. Рады сообщить, что мы не зафиксировали превышение стандартов качества воздуха в жилых помещениях, а качество наружного воздуха остается нормальным. 3 февраля в этом районе сошли с рельсов более трех десятков грузовых вагонов, в том числе с опасными материалами. Авария вызвала огромный разлив винилхлорида. Используемый в производстве пластмасс, этот продукт является канцерогенным и легко воспламеняющимся. Позже спасатели сожгли более 430 кубометров винилхлорида, чтобы избежать неконтролируемого взрыва. Фермерское хозяйство Рейчел Вагонер Толл Пайнс Фармс расположено в поселке Дарлингтон в Пенсильвании. Всего в пяти с половиной километрах от места, где произошла катастрофа. Семья Рейчел фермеры в третьем и четвертом поколении, специализирующиеся на откорме говядины и баранины. Вагонер считает, что и повезло. Пока что со скотом на ферме все в порядке. Я по-прежнему пью воду из своего колодца и пою ей своих животных. Я не слишком беспокоюсь по этому поводу, по крайней мере пока. Я думаю, что проблемы могут появиться спустя несколько лет. Но с другой стороны, мы живем в районе, где развита добывающая промышленность. Уголь, нефть и газ. Поэтому у меня возникает вопрос. У меня проблемы с качеством воды из-за этого инцидента со сходом поезда или из-за многолетней разработки и добычи ископаемого топлива? Ученые из Техасского университета A&M и университета Карнеги-Меллана проанализировали данные измерений, выброшенных в окружающую среду загрязнителей и пришли к выводу, что уровень девяти химических веществ превышает норму. Многие чиновники выступили по телевидению и назвали уровни содержания химических веществ в воздухе и воде безопасными. Поэтому мы попытались предоставить жителям контекст. В частности, мы пришли к выводу, что если содержание некоторых из этих химических веществ сохранится на нынешнем уровне, то это может иметь долгосрочные последствия. Но есть и краткосрочные последствия. В настоящее время многие жители сообщают о раздражении органов чувств, головных болях и других проблемах со здоровьем, что указывает на то, что содержание некоторых соединений в воздухе выше, чем должно быть. Также, по мнению ученых, вещества, попавшие в атмосферу в долгосрочной перспективе, могут вызывать различные осложнения, вплоть до онкологических заболеваний. Винилхлорид является летучим органическим соединением, то есть он легко испаряется, также он загрязняет почву. Подвергнуться воздействию винилхлорида можно как снаружи, так и внутри помещения, а также через питьевую воду. Если это воздействие продолжается, у людей возникает долгосрочная проблема со здоровьем. Например, такие, как рак печени, очень редкий вид рака печени, а также другие заболевания печени, которые возникают, когда люди подвергаются длительному воздействию хлоридов. Мы стараемся делать все возможное, чтобы не быть алармистами, но в то же время доносить информацию о том, что не все абсолютно нормально и безопасно, потому что люди в это просто не верят. Истина где-то посередине, и мы все должны лучше объяснять это населению. Эксперты также говорят, что сейчас крайне важно устранить негативные последствия для психического здоровья, ведь местное население подвержено высокому уровню стресса, и коммуникация здесь имеет решающее значение. Максим Москальков, Артем Кохан, Голос Америки, Вашингтон. Максим Москальков, Артем Кохан, Голос Америки, Вашингтон, Голос Америки, Вашингтон, Голос Америки, Вашингтон.